Всем привет! Мы продолжаем путешествовать по маленьким населенным пунктам Калининградской области. Сегодня я приехал в поселок Дружба Правдинского района. 619 лет назад поселок Дружба был городом. Назывался он Аленбург. Здесь проживало более 2000 людей. Сейчас же здесь живет 440, согласно Википедии. Ну, посмотрим. Больше всего, конечно же, привлекает название Дружба. Проверим, насколько сочетается это название с отношениями жителей в этом замечательном поселке. Это проект. Несите! Калининградская область, Правдинский район, поселок Дружба. Несите! Дружба рулит! Снимаем обзор на гаражи. О, ничего себе! Крайслер! Охренеть, реально, Крайслер, что ли, в Дружбе? Здесь уже произошло 2 факта кражи. Вот вам и отношения. Как-то хотя бы продлит жизнь этому поселку? Никак, абсолютно. Безысходность полная. На дискотеки ходите, кстати? Куда? Нету. К нам только что говорили, что дискотеки каждую субботу в ДТА. Где? Где? Упали? Да. Разбились? Алкоголь, алкоголь продали. Не-не-не, против. У нас сухой завод. Ну, Пивасик это же... Это муляж, муляж. Это все муляж. Из него, кстати, хороший мэр получился бы. Он ничего лишнего не взял, он взял только один себе. Ствол сам находил? На металл сдал. На металл сдал? Дружба нравится. Да? Да, потому что в Калининграде всех убивает, но... Меня снимать не надо. Поселок Дружба, Правдинский район. Ну, разумеется, так как я с первыми с вами общаюсь. Ну, Калининграде, Правдинский район, поселок Дружба. Что здесь вообще есть? Что здесь интересного? Ну, особо интересного ничего нет. Я знаю, что здесь есть кирха. Кирха, да. Туда можно как-то попасть внутри или она закрыта? Я не знаю. Давно живете? Давно. И ни разу не были там в кирхе внутри? А вы были внутри в кирхе? Нет. Туда не пускают, наверное, вот. Немка заведует сама, она сейчас в Германии. Чем вы занимаетесь, если не просто как-то работаете, отдыхаете, просыпаетесь с утра, сидите здесь? На рыбалку, нахуй. О, кстати, рыбалка. Здесь есть река, правильно? Да, да, лава. Река-лава. Да. А какие-то истории здесь происходили? Что-то интересное? Что-то на слуху такое, может быть, что-то здесь произошло? Там, как он, шлюз называется? Мазурский, да, по-моему? Да, да, Мазурский, там дальше там все. Там нашли боевые оружия. Боевые оружия нашли на шлюзе Мазурском? Да, еще со времен войны. Где лучше, по вашему мнению, могли бы вы переехать в Калининград, жить там, бросить дружбу? Нет, мне дружба нравится. Чем нравится? Просто хотя бы пару аргументов. Да, потому что в Калининграде всех убивает, но слышал я такое. Убивают в Калининграде? Ну, я слышал по телевизору. А здесь не было таких, кстати, случаев? Не дай бог. В дружбе есть враги? Не видел, не враги. Не было такого. Меня снимать не надо. Пацаны, смотрите? Да. Клево. Вы в дружбе живете? Да. Что вообще можете рассказать про это место? Вообще нравится, не нравится вам? Ну, нормально. Здесь тренировки у нас по футболу. Вон церковь есть, киха. Куда здесь можно еще сходить? На речку. Речка. Лава, да, называется? Да, на рыбалку можно сходить. Вы рыбачите? Ну, вон, в лодку. Мы на рыбалку ходили, проткнули лодку, чуть не утонули. Чуть не утонули? Проткнули сегодня? Да, нет, давно, зимой. А молодежи что-то есть вообще здесь, чем-нибудь? Да, иногда ДК открывают дискотеку. Дискотека есть? Иногда. Много вообще здесь народу, молодежи? Именно вот, примерно вашего хотя бы возраста? Нет, человек 15. Человек 15, хотя бы чуть-чуть девчонок есть в поселке? Чуть-чуть есть. Дичь какая-то, жесть творилась в поселке? Да. Расскажи хотя бы какую-нибудь одну историю, чтобы просто все равно тоже интересное было. Ну, если этот дядька этого избыл, пацана избил. Прям маленького какого-то? Да нет, ему лет 16. Два раза голову ударил, он сотрясение получилось, все. А, ну, жив, слава богу, все нормально. Он на работе сейчас работает. Драки вообще здесь бывали какие-нибудь? Конечно. Иногда бывали. Вы сами участвовали, честно только? Ну, так, бывало. То есть, короче, поселок Дружба, он типа не совсем про дружбу, да? Да, недружный. В поселке чем-то можно заниматься, именно вот какую-то денежку зарабатывать? Шифер чистить. Шифер чистить. Да. Типа законно? Или ты сейчас посмотрел на кирху зачем? Да, оттуда вытаскивает и чистит, потом продают. Вы смотрите вообще YouTube-чик сами? Сейчас, короче, очень модно стали видосы, где типа гаражи разбираются. Покупают а-ля какой-то гараж. А, понял, да. Дружба должна быть в тренде. Сейчас делаем мощно с пацанами. Че, блин, ключи, давайте заключаем, что ли, домой? Давай, 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 за ключами. Но потом сделаем вид, как будто ты их нашел тебя, понял? Один ключик, в принципе. Давай, 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 давай. О, ничего себе, ты нашел ключи? Давай проверим, может быть, они от гаража, чисто случайно. Итак, снимаем обзор на гаражи в поселке Дружба, Правдинского района. Подошел. Подошел, реально, ключ подошел? Ничего себе. Чисто случайно, может быть, ты знаешь, где-то цвет включается. Опа. О, ничего себе. О, машина наша. Не, не наша, говори, не наша, друг, чужая, чья-то. Чья-то машина здесь, мопед чей-то. Компрессор, когда смерть качать? Наверное, сразу видно, ты знаешь, как будто ты уже был здесь. Слушай, есть ощущение. О, реально. Подожди, это вот вставляется, наверное? Наверное, вставляется так. О, реально, слышь, реально. Прикольно, можно, короче, по-моему, так перхать с головы. Да, да. Что здесь еще есть, интересно? В аппеде ключи можно завести. Ключи есть. Ничего себе. Заведется, не? О, ничего себе. Видите, насколько, дорогие друзья, дружный поселок, реально дружба, что здесь даже все оставляют ключи. Может быть, еще и в тачке, может быть, ключи есть. Смотрите, какая тачка. Крайслер. Крайслер? Да. О, ничего себе. Это детское кресло, что ли? Водителю, короче, где-то 3 года только, поэтому он неряшливый еще оставляет ключи. Охренеть, реально, Крайслер, что ли, в дружбе? Да. Офигеть. Тут еще телефон случайно лежал? Да. Ну-ка, ответь, может быть, твой знакомый даже. Ничего себе, вы понимаете, вообще, как нам повезло сегодня. Так, ну и в конце, короче, надо, знаешь, типа, разыграть что-то среди подписчиков. Давай разыграем что-нибудь такое ненужное. Что-то здесь, какая-нибудь дощечка. Какая-нибудь не нужная. Дощечка? Во, вот эту вот штуку, можно мы разыграем? Давайте. Итак, как вы убедились, мы только что в поселке Дружба нашли очень крутой заброшенный гараж, в котором оказался Крайслер, Мотоблок, очень много всяких крутых устройств. Вот, и разумеется, мы с парнями, да, хотим разыграть, да, мы любим своих подписчиков. Даже какой-то ценный приз. Мы нашли вот такой вот брусочек, деревяшку, да, она давно с... Скажи, типа, она типа с немецких времен здесь еще. Немецких времен еще? Да, здесь. С гитлером. Роспись Гитлера здесь. Да, вот. Да, видно. Просто мы не будем сразу показывать, так неинтересно будет. Условия какие должны быть, пацаны? Подписаться на канал, поставить колокольчик. Да, поставить колокольчик, подписаться на канал. Комментарии напишите там. В комментариях написать какую-нибудь историю про самую какую-то преданную дружбу, да, прям какой-то пример ярой такой дружбы. Все, и победитель получит такой брусок с автографом Гитлера. И Крайслер. Да, Крайслер тоже подарим? Да, может. Да, он же не ваш? Нет. С РСК приезжают. Сейчас общаюсь, собственно, с тем хозяином Крайслера, потому что там было детское кресло на водительском сиденье. Как тебя зовут? Слава. Что можно делать в дружбе? Здесь можно поиграть в футбол. Много забил голов? Да. Сколько голов забил? Не знаю. Вот, подсказка сейчас будет. Видите, подсказка. Сколько голов забил? 14. 14. Сейчас мы идем куда? На Мазурский канал. На Мазурский канал. Все, нам Славка покажет Мазур. Реально дружный поселок, сопровождение есть, все есть. Сейчас будет нормально. Нормально будет? Прошло 2 дня, мы дошли до Мазурского канала. Вот он, шлюз, да? Да. Куда можно дойти? И он раздвигался раньше? Да, вот это. А, вот это прям ворота, можно сказать, такие. Ох. По ступенькам впуститься нужно. Ну что, здесь никогда не падал? Нет, здесь падали. Падали, да? Серьезно? Падали, да? Один раз, одна девочка. Прямо упали. Упали? Да. Разбились? Да. Туда можно идти дальше? Следующая остановка, куда привели меня парни местной из дружбы, это старинная мельница. Правильно, да, парни? Точнее, то, что от нее осталось. К сожалению, это немецкая старинная мельница. Надеюсь, мы не найдем там 100 тысяч бутылок и пачек от сигарет. Найдете? Найдем, да. Ну, пока одна, пока только одна бутылка, две, ладно. Это тоже мельница, да, все? Мельница, вот, как бы здесь была, тут колесо стояло. Про дружбу, кто здесь вообще можете сказать? Дружба нам нравится. Видите, музей своими руками. Ну, что здесь за музей вообще будет? Уже хотя бы какая-то информация, хотя бы есть. Музей вот по поводу Мазурского канала. Здесь раньше смотрительство. Это дом оператора Мазурского канала, он стоит на канале. Соответственно, это будет одна из основных тем. И он в эти окна управлял движением возможным судом. Закрывал, открывал шлюзы там. Это место рабочее мы восстановили. Говорят, что таких домов было построено 6, из них 4 в Польше, они сохранились. То есть вы реально, можно сказать, за свои деньги все это делаете для людей? Насчет для людей, это очень сложно, потому что востребованности здесь никакой нет. Здесь уже произошло два факта кражи. Вот вам и отношения. О, и что украли? Инструмент и решетку. Это будет дом с открытыми дверями, которые могут зайти и посмотреть. То есть воспитание через пример. Никакой коммерческой составляющейся, потому что вход, выход бесплатный. Как вы думаете, вот такие хотя бы поступки, как создание каких-то музеев, каких-то исторических ценностей, как-то хотя бы продлит жизнь этому поселку? Никак, абсолютно. Никак не продлит? Нет. Безысходность полная. А вот, кстати, здесь кирха Алленбург привлекает как-то внимание людей? Ну, колокольню восстановили немцы. Сами немцы за немецкие же деньги. А есть возможность как-то попасть туда? Ну, мы можем, да, ключи у меня есть. Можем доехать. О, все. Да, внутрь. Чем нравится поселок? Тихо здесь, по-моему. Тихо, еще в воздух. Вот, видишь, это здесь дружба у нас. Все дружба знают. Не то, что, да, все знают. Помогают, помогают? Очень, прям очень все. Помогли, мама, я постоянно, она мне помогает. Да? А ты когда постоянно помогла? Ей тоже. Что я сделала? Что я сделала? Что я только не сделала? Машина помогла себе сеть. Серьезно? Настолько дружный поселок, прям. То есть ты дверь открываешь, когда она заходит домой, да? Иногда. Нормальный сервис. Здравствуйте, еще раз. Спасибо. Банан, бери. Банан, бери совсем. Пойдем, Сох? Пойдем. Правильно, по-честному взяла, один отломал, один только взяла. Один. Иди еще один. Молодец. Из него, кстати, хороший мэр получился бы. Он ничего лишнего не взял, он взял только один себе. А какие-то истории были? Какие-то истории здесь? Может быть, жесткие какие-то истории, что-то такое. Какие-то. Выключи камеру, мы тебе расскажем. Все, выключил. Выключил. На дискотеки ходите, кстати? Куда? Нету. Нам только что говорили, что дискотеки каждую субботу в ГТА. Вы же молодежь, что-то хочется вам самим тоже что-то делать. Мы банки закрываем, банки закрываем. Гулять, отдыхать, путешествовать. Раз в полгода, да? Да, раз в полгода путешествуем и так. Да? Куда? До Калининграда? Нет. По нашим тут. Но у Бавруська? Местным. А что у Бавруськи делать-то? Не знаю, я там снимал, там как раз таки, как бы показалось, что нечего делать. Один человек лепился, и я тут вам что-то расскажу. Не знаю. Ты зачем правду говоришь? Я не знаю, что правду говорить. Она смотрела твое видео, вот она и говорит. Прямо сейчас я буду общаться с замечательным человеком, который угостил меня самым вкусным, ну, единственным, но при этом все равно самым вкусным, самым лучшим шашлыком в поселке Дружба. Это сироп. Ты смотришь, да? Да. Проект, видос. Давно ты уже, да, открыл кафешку? Уже 5 лет. Название кафешки? Алленбург. Поселок же называется Алленбург. Да, да, да. Ну, он назывался Алленбург, он раньше еще городом был. Ну, все, вон, заходим кафешечка. Как бы я ремонт до сих пор делаю. 5 лет делаю. Это да, ну, это по финансам. Алкоголь, алкоголь продают. Не, 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 против, у нас сухой закон. Против, серьезно, сухой закон. Да, у нас сухой закон. Так ты ломаешь все принципы поселка. Да, я против, но я за то, чтобы мы все были здоровы, крепкие. Да, но при этом пивасик, значит, чудесно. Ну, пивасик, это же... Это не, безалкогольное, все безалкогольное. Это муляж, муляж это все. Это все муляж, но ладно. Может, кто-то здесь свадьбу играл свою? Не, ну, официант. Свадьба, нормально? Ну, очень маленькую свадьбу, можно здесь сыграть же? Да, ну, и мы с тобой вдвоем. Не, не, мы с тобой вдвоем не надо. Это не такая свадьба. У тебя телек, смотри, видишь, телек есть. Он же не работает? Ну, сделаем что-то. Давай пусть там выпуски показывают нас. Да, без проблем. Стоят на наши выпуски. Мне сказали, что ты один из немногих в этом, может быть, даже единственный, который что-то копает, что-то ищет, да? Четвертый. Четвертый? Четыре человека здесь таких? То есть ты сам ходишь просто и находишь какие-то трофеи, да? Давайте покажем, что это такое. Это яд. А в Орзихт это осторожно, типа. Тут-то было масло, это заливают в Маузер К-98 винтовка для чистки ствола. Ствол сам находил? Еще один. Да, ствол есть. Ствол тоже есть. Этого не взял? На металл сдал. На металл сдал? Ты сдал на металл ствол, я ставил две бутылки. Нельзя такое хранить. А, нельзя такое хранить. Ну, кстати, да. Ну, ты мог бы отдать его в музей какой-нибудь. Да. Ну, при желании ты бы уехал бы отсюда, жил бы в другом месте или все равно здесь остался бы? Конечно, здесь. Тем более столько еще земли, да? Фиг его знает, что там. Может, ты в какую-нибудь хату найдешь. С временем выкидывать. Может, девушку себе найдешь. Откопаешь, откопаешь девушку. Прыгнешь в тарзанки сейчас? С дерева прыгну. Давай. Понял? Ради контента. А тебя зовут Хабиб, правильно? Да, назвал Хабиб, а так Данил. Данил. Ну, когда ты раздеваешься, ты все-таки Данил и Хабиб? Хабиб. Хабиб. Если девочки поняли, о чем я. А вода хоть нормальная? Да вода какая раньше. А что говорить, просто прыгаешь? Не мстись, мне. Дружба рулит. Вот так вот надо кайфовать, а не ныть, что все херово в поселке. Субтитры подогнал «Симон»! Приезжайте, посещайте такие места. Здесь очень доброжелательные люди. Тем более здесь, сам-то поселок называется «Дружба». Сегодня не было ни одного человека, который нам бы отказал и сказал бы «не снимайте меня». Раз вы досмотрели до конца выпуска и слушаете прямо сейчас мою финальную речь, значит вам интересно все мое творчество, и в том числе проект «Окей Гуревск». Мы поедем по второму разу, по тем же самым городам, в том же самом порядке, начнем с «Советская». Потому что есть ощущение, что не все мы там поснимали. И «не сити» снимаем, поэтому пишите в комментариях обязательно, какой поселок нам посетить в следующем выпуске. Дофигища поселков, до хрена поселков даже так скажу, поэтому уж этот проект будет жить долго, я надеюсь. Все, это был проект «не сити», пока! Субтитры создавал DimaTorzok